несколькими видосами ранее я рассказывал вам о самых популярных легендарных пушках в пве конечно то видео больше ориентировано на новых игроков которые совсем не следят за метой и судя по комментариям она оказалась полезным для многих из вас там же в комментариях к тому видео многие писали давай теперь про пвп и конечно я не могу не ответить а давай так что также быстро и без воды и по существу 10 самых популярных оружий пвп в текущем сезоне да кстати на этот раз не только будут легендарки но и экзоты топ будет во многом также как и прошлый основан именно на статистике сайтов dtr и trials report с несколькими оговорками чтобы топ не состоял из одних револьверов не некоторые я пропущу или назову в конце ролика и так первой пушкой с конца будет снайперская винтовка замороженная орбита снайперки не самый популярный вид оружия далее нам сегодня встретиться лишь еще одна кроме этой замороженная орбита же открывает популярную десятку только за счет того что падает довольно часто за матчи горнила а в своем ассортименте перков предлагает много интересного тебе же лучше подойдет гофрированный ствол повышающие удобства высокоточные припасы убийственный вихрь и много чего в последней колонке тут у нас и два перка на скорость обращения с оружием и они оба пригодятся или перки на увеличение урона если у тебя будет винтовка с киллерским магазином то с заряженным этим перком ты сможешь одним выстрелом в тело убивать противника не то чтобы это постоянная рабочая схема но бонус приятный согласись далее по списку дробовик признанный вердикт который можно получить в рейде хрустальный чертог да рейд появился совсем недавно на дробовик уже в топе все благодаря его раме агрессивная а значит урона будет достаточно и расстояние покроет отличное по перкам ищи чок высокоточные припасы стрельба в скольжении и первый выстрел такая связка перков уменьшить разброс и увеличит дальность а значит ты на коне учитывая фактически несменную мету дробовиков в гарниле прежде чем перейти к следующему оружию должен признаться вы меня обидели так много комментов я видел за последнее время о том а с каким револьвером ты играешь в этом видео тем временем видео я играю с последним словом да я понимаю не все его узнают но кому он же настолько оригинальный самобытный как его не узнать до появился он в игре через одно место но сейчас его баланс настроили так что револьвер наконец-то занял почетное место в десятке лучших primary оружий получить его можно в киоске угасшего света в башне накопи ресурсов и забирай что в нем особенного стрельба от бедра скорострельность и стиль да стиль тут точно тоже убивает играть последним словом одно удовольствие главное стреляй именно от бедра прицельная стрельба не даст тебе того преимущества которое есть у быстрой стрельбы кстати в полностью автоматическом режиме так что можешь зажимать липкость точность работают и на мышке но если ты играешь на консоль из геймпада то последнее слово просто не может тебе не понравится хоть и привыкнуть к нему конечно нужно кстати чаще всего в пару к последнему слову я беру следующее оружие сегодняшнего списка снайперскую винтовку объект поклонения которую можно получить по квесту гансмита из сезона охота винтовка имеет фиксированный набор перков но тут есть все что тебе нужно высокоточные припасы убийственный вихрь быстрый прицел отличный набор для пвп снайперка тут реально одна из лучших хотя нет лучше ведь ты можешь переключиться на стрижающее оружие что поможет тебе законтрить какого-нибудь ультующего противника в решающем раунде испытаний осириса снайперки это конечно хорошо но дробовик лучше ну или по крайней мере популярней отличный новый шотган вы можете получить в железном знамени да тут не царская агрессивная рама но зато набор перков включает в себя особый эксклюзивный железная длань который может попасться лишь на оружие из режима железное знамя в идеале тебе нужен чок высокоточки быстрое извлечение и тот самый железная длань но и абсолютно дальность стрельбы конечно дробовик в генетический то есть в первый слот а значит его идеально можно сочетать со 120-ми револьверами вроде последний доллар или магматический молот о котором мы сегодня поговорим как раз вот следующим магматический молот это лучший револьвер во второй слот для пвп его минус заключается в том что чтобы его получить тебе надо играть в тот самый режим испытания осириса про который ты слышал много хорошего и потому решил даже не пробовать играть в него по факту же револьвер очень часто появляется в качестве награды за три победы и недельный контракт сайта 14 так что смотри подписываешься на нашу группу вконтакте ссылка в описании ждешь пятницы и 8 часов по московскому времени мы публикуем инфу о том какая награда василисе на выходных если видишь что револьвер магматический молот за три победы значит он же за недельный контракт уж три победы точно способна сделать любая команда а сыграв еще пару лишних игр ты выполнишь и недельный контракт так что получишь сразу два револьвера тебе нужны перки зауженный ствол рикошетные патроны быстрый удар и полоса удач получишь такой набор и все обзавидуются другой револьвер казался прямой противоположностью метовым пушкам 120 типа скорострельность тут 140 дальность ниже урон меньше откровенно говоря ничего от вершителя рока в пвп никто особо не ждал а он все же удивил в своем классе он может легко назваться лучшим среди легендарных револьверов получить его можно из рейда хрустальный чертог и да я уже рассказывал о нем в топе пве оружие но видишь ведь как получается универсальный солдат какой-то разве что перки нужны на пвп другие зауженный ствол высокоточные припасы фугасные снаряды и киллерский магазин или открытый выстрел в последнюю ячейку он и правда приятно ощущается в гарниле да нужно привыкнуть к тому что дальность меньше но с фугасками это не помеха конечно 120 револьвер перестреляет вершитель рока во многих сценариях однако если вам кажется отдача магматического молота или истинного предсказания слишком большой то вершитель рока ваш выбор и так далее по списку другой дробовик которые и нерфали недавно и пугали тем что нельзя его будет получить но все же он как был лучшим так пока и остается ложь фэл винтера единственный минус убрали перк быстрое извлечение заменив его на излишки но нельзя сказать что все те игроки что мейнили этот шотик сразу с ним расстались во первых тут и без быстрого извлечения есть приятные перки стрельба в скольжении и первый выстрел например если помните мы именно такие перки называли в качестве желанных для дробовика признанный вердикт но там их еще выбить надо кучу рейдов сходить а тут вот пришел в киоск угасшего света и достал лучший дробаш без всяких проблем однозначно король в своем классе и лучший дробовик в сегодняшнем видео на предпоследнем месте экзотическая винтовка разведчика истории мертвеца безусловно лучшая винтовка на текущий момент и кстати тоже до смешного универсальная отлично играется и в пвп и в пве и на геймпадах и на мыши с клавиатурой просто в любом сценарии будет работать с ней играют целые команды в испытаниях осириса стирая тимшотом врага с ней всегда есть кто-то в матчах быстрых плейлистов все из-за ее доступности получить ее можно по экзотическому поручению и кстати да квест все еще доступен и нет ничего там не поменялось и не закрывалась с окончанием прошлого сезона так вот все из-за ее доступности и катализатора именно катализатор этого экзота делает из нее машину-убийцу с невероятным а им ассистом при стрельбе от бедра опять же я показывал насколько это круто работает в отдельном видео обязательно посмотри его и обязательно получи эту винтовку и сделай катализатор пожалуй это лучший экзот что был добавлен в игру за последний год если не больше ну а финальным оружием сегодняшнего списка будет сразу два револьвера да я схитрил дело в том что два револьвера одного и того же архетипа слишком часто встречаются в пвп я не смог выделить какой-то один из них поэтому расскажу о сразу двух как об одном тем более что они до смешного похожи твердая рука и истинное предсказание первый может упасть в железном знамени а второе можно получить из инграм оружейника в башне падает дико редко и тот и другой но если все же упал то с огромной долей вероятности он станет твоим любимым но сразу оговорюсь для играющих на геймпадах эти пушки едва ли подойдут я лично их ненавижу из-за отдачи но вот тем кто играет на пк это стопроцентная мета мета набор перков у револьверов разный но если что-то и советовать то вот перки на твердую руку а вот на истинное предсказание прицел и там и там верный глаз но можете смотреть этот параметр на свой вкус ориентируясь на показатели дальность там больше или стабильность например оба револьвера в первый слот и именно с ними чаще всего сейчас в пару берут дробовик ложь фэл винтера это пожалуй самый популярный комплект оружия прям мета с метой в чем вы можете убедиться сыграв любой матч горнила собственно да это видео и правда очень поверхностное но оно должно было ответить на вопрос новичков и тех кто вернулся в игру после долгого перерыва с чем играть в пвп что там в мете и надеюсь с этим мы справились но разумеется в пвп можно играть и с другим оружием есть еще хорошие варианты экзотик пиковый туз и револьвер последний доллар пульса посланец но у оружия вне этого списка будут те или иные оговорки и всякие там но а у пушек что я назвал все прям хорошо и все работает наверняка так что если ты досмотрел видео до конца и оно тебе было полезным или интересным ставь лайк и пиши комментарий о том какой еще бы список тех или иных предметов тебе бы пригодился если будет какая-то одна популярная тема за которую большинство проголосует то составлю новый топ а на этом пока все спасибо за просмотр и за подписку на канал до связи а